Всем привет! Приветствую вас на канале Бойка Абилаев. С вами Аня и сегодня у нас видео о том, как научить собаку закрывать дверцу с помощью веревочки. У нас уже было видео о том, как научить закрывать собаку дверцу носом или лапой. Я где-то тут оставлю подсказочку. Но сегодня у нас задача посложнее. Мы будем учить собаку открывать дверцу шкафчика или просто дверцу за веревочку. Есть разные способы, как научить собаку закрывать дверцу при помощи веревочки. Один из способов, наверное, самый длинный, как я считаю, это для начала научить собаку держать эту веревочку, потом перенести эту веревочку на шкафчик, научить собаку держать эту веревочку, когда эта веревочка на шкафчике, потом надо научить собаку тянуть эту веревочку, и лишь тогда собака научится то, что нужно дверцу открывать. Второй способ подходит для собак, которые очень любят играть, допустим, в перетяжки и в канатике. Можно просто взять канатик, разыграть собаку, привязать этот канатик к шкафчику и сказать собаке «тяни» или «хватай». Тогда собака также научится открывать дверцу. Но сегодня я вам покажу, как можно обучить собаку открывать дверцу при помощи фри-шейпинга. Почему я выбрала именно обучение при помощи фри-шейпинга? Ну, во-первых, нам не нужно делать какую-то подготовку, какую-то базу. Все, что нам нужно, это знание кликера или маркера «да». То есть собака может быть не игровиком, не уметь держать веревочку, но мы можем научить собаку при помощи фри-шейпинга открывать дверцу за веревочку, не имея ничего, полностью нулевую собаку. У нас на канале уже были видео о фри-шейпинге, и там я более подробно рассказывала об этой методике. Поэтому не смею вас задерживать, давайте приступим к обучению. С чего мы начинаем обучение? Нам понадобится сама же собака, кликер и ее вкусняшки. Очень-очень много вкусняшек, на минуточку. У нас, собственно, есть ящик, который нужно открыть. Веревочка. Вы можете также прицепить веревочку до любой другой двери или любой другой шуклятки. Для начала даем собаке понять то, что наша игра, наше занятие начинается. У меня это команда думай. Она мне начинает что-то предлагать. Первый этап заключается в том, что мы хвалим собаку за взгляд в нужном направлении. Собака посмотрела в сторону шуклятки, хвалим. Собака тыкнулась носом в веревочку, вообще отлично. Если собака не понимает, что нам нужно делать, можно ей подсказать думай. Думай. Хорошо, супер. Она немного задержала свое внимание на этой веревочке, поэтому мы за это ее похвалили. Черни за то время. Минуточка вашего внимания. Непроплаченная реклама. Недавно я открыла свой аккаунт в Инстаграме, где я рисую портреты животных на заказ в Векторе. Поэтому, кому интересно, ссылочка в описании. Не забудьте подписаться. Хорошо, супер. Да, браво, супер. Я ей подсказала. Да, хорошо. Хорошо. Сейчас я стараюсь хвалить собаку за то, что она взаимодействует с веревкой. Пытается ее взять или, как демонстрирует черри, надевает ее себе на нос. Да, браво, супер, круто, молодец. Вау, круто. Она почти взяла веревочку, значит, мы на правильном пути. Хорошо. Да, браво. Да, круто, молодец. Да, браво, она попыталась взять веревку. Это отлично. Итак, черри уже делает попытки взять веревку в зубы. Поэтому следующая наша задача, это хвалить собаку за то, что она держит эту веревочку в зубах. Да, отлично. Круто, молодец. Да, вау, круто, молодец. Вау, молодец, круто. Вау, круто, супер, 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 супер. Да, круто, отлично, молодец. Вау, отлично, супер. Собака уже полностью поняла задачу. Да, отлично, супер. Вау, отлично, супер. Итак, собака уже полностью поняла нашу задачу, поэтому мы можем вводить голосовую команду. У меня это будет открой. Так как закрой, мы уже выучили это закрывание носом. Видео, посмотрите. Открой. И заметьте, я не давала собаке 1500 голосовых команд, открой, открой, открой. Я сказала лишь раз и подождала выполнение. Открой. Да. Открой. Вау, браво, супер. Открой. Отлично. Ну вот, команда выучена и обучение этой команды у нас заняло, если вот так посмотреть на камеру, сколько у меня там было, плюс с моими объяснениями, ну где-то минут 5-7 и все. Поэтому я считаю, в данном случае фри шейпингом было проще всего выучить эту команду. В общем, вы были на канале БК Билайт, с вами была Аня. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. В общем, учите своих собак новым командам, присылайте нам видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok